Контракт на строительство детского сада на улице Симонок заключен с подрядной организацией из Новосибирска. Документ подписали 15 июня, а 1 июля на объекте начались работы. Сейчас котлован уже послойно засыпают песком, выравнивают и уплотняют грунт. После начнут строительство фундамента. В здании предусмотрен трехметровый подвал для коммуникаций и хозяйственных помещений, а также резервуар для сбора дождевой воды на 500 кубов. Но воду будут использовать после предварительной очистки. При строительстве детского сада предполагается использование самых современных технологий. Это монолитный железобетонный каркас, заполнение, каменная кладка. Внутри используются современные материалы для отделки, потому как детский сад – это дети. И требуется определенная экологическая экспертиза соответствующих материалов. Навесные вентилируемые фасады предполагаются из новейших композитных материалов с использованием стекловолокнистых отделочных плит. В этот детский сад будут ходить 200 детей. Предусмотрены 8 групп для ребят от года до 6 лет. Сдать объект планируют в августе 2019-го. Общая стоимость контракта – 215 миллионов рублей. Подрядчик планирует уже до конца этого года возвести само здание. Затем приступит к отделочным работам и благоустройству территории. Кроме строительства детского сада на улице Симонок, сейчас возводят и школу на радиогорке. Возводят и социальные объекты в других районах города. В этом году мы вводим садик на проспекте Античный. В следующем году будем вводить две школы. Там же по проспекту Античный – школа Коллегиум и школа на Античном с большим стадионом. Сейчас специалисты ведут подготовку проектов для еще 96 объектов. Среди них детские сады, школы, стадионы, поликлиники, ветеринарные лечебницы и пожарные депо. А увидели, на какой стадии находится строительство нового детского сада на северной стороне. Елена Карнухова и Мария Буйлова. Информационный канал Севастополя.